Начинаем второй день тренинга, посвященного программированию в 1С. Наша задача создать новую информационную базу. Напомню, информационная база это данные, которые вносит пользователь в процессе своей работы, и конфигурация, которая определяет прикладную логику, то есть какие объекты будут содержаться в этой конфигурации, какие справочники, документы, какие отчеты будут в ней находиться. И мы как раз с вами должны будем разработать свою собственную конфигурацию для торгового предприятия. И в рамках текущего дня мы начнем на плане конфигурации новыми объектами, создадим справочники, перечисления, константы и познакомимся с этими объектами конфигурации. Прежде всего опишем ту задачу, которую нам предстоит решать в рамках всего тренинга. Нам необходимо автоматизировать бизнес-процессы, то есть деятельность торгового предприятия, которая называется мебель-дом-торг. Как вы понимаете, предприятие занимается продажей мебели. Само предприятие состоит из одного юридического лица. Будем считать, что это общество с ограниченной ответственностью. Ну и естественно нужно автоматизировать и простейшие процессы, то есть, например, закупка товаров. Сказано, что компания имеет одно юридическое лицо, но товар может содержаться на разных складах. Соответственно, поступать товар от наших поставщиков может на различные склады. При этом в поступлении учитываются количество и стоимость, которое называется себестоимостью. Нам, естественно, нужно учитывать и количество, и себестоимость поступающего товара. Далее, когда клиент к нам приходит и просит продать товар, мы, соответственно, должны этот товар отгрузить или по-другому реализовать. Опять же, определенное количество, и при этом будет сумма, но это будет уже сумма продажи. Конечно же, сумма продажи должна быть больше суммы себестоимости. В момент продажи товара, помимо того, что товар списывается со склада, образуется задолженность клиента перед нами, которую, конечно же, он должен погасить. Либо оплатив сразу, либо мы допускаем оплату в кредит. То есть, клиент должен оплатить в течение определенного срока, например, в рамках месяца. То же самое при поступлении. Когда мы товар покупаем, образуется долг перед поставщиком на сумму поступающего товара, и мы должны либо сразу, либо сделать предоплату, либо поставщик кредитует нас на определенный срок. Нам нужно автоматизировать вот эти основные процессы для любого торгового предприятия. И, естественно, мы должны сформировать отчеты, которые, во-первых, будут показывать количество остатка товаров на складах. Также должны быть отчеты, которые показывают сумму себестоимости товара на складе. Помимо этого, при отгрузке товара мы должны делать проверку, что то количество, которое запрашивает клиент, то есть, то количество, которое введено в документе, оно действительно есть на указанном складе. А если его все-таки не хватает, то мы должны выдать диагностическое сообщение, сообщение об ошибке. Ну и, конечно же, важнейший показатель торгового предприятия – это прибыль. Мы должны в отчетах показать сумму прибыли, которая в простейшем случае образуется как сумма продажи минус сумма себестоимости проданного товара. Вот такая общая постановка задачи на весь тренинг. Естественно, по мере решения определенных подзадач мы будем их детализировать. Но вот эту общую постановку задачи нужно держать у себя в голове на протяжении всего тренинга. Прежде всего, создадим новую информационную базу, в которой мы будем разрабатывать конфигурацию для торгового предприятия «Мебель Дом Торг». Итак, обращаемся к меню «Пуск». Находим установленную учебную версию. При этом меня интересует именно версия 8.3, поэтому мы находим пункт «1С предприятия 8». Просто безо всего. Учебная версия. Напомню, что у нас еще есть 8.2. Выполняем запуск «1С предприятия». Открывается список информационных баз. Здесь у меня есть две базы. Бухгалтерия база и демонстрационная база для интерфейса такси. Нам нужно создать свою собственную новую базу. Нажимаем на кнопку «Добавить». Здесь есть два варианта. Мы можем подключить уже существующую базу, например, перенесенную с другого компьютера. Но нас интересует именно создание новой базы. Далее, на следующем шаге мы можем выбрать шаблон ранее установленной конфигурации. Как вы видите, существуют различные конфигурации. Бухгалтерия, зарплата управления персоналом, управление производственным предприятием, управление небольшой фирмой, управление торговлей. Но нас опять же интересует создание своей собственной базы без конфигурации для разработки. Это то, что нам нужно. Далее мы назовем, давайте так я и назову эту базу, мебель, дом, торг. Далее указывается путь. Мы можем его изменить при необходимости, но я оставлю именно таким путь. И на последнем шаге проверяем, что версия 11 предприятия указана 8.3. Готово. Информационная база создана, и сейчас она пустая. То есть в ней нет никакой функциональности, кроме стандартной функциональности платформы. Напомню, у нас есть два режима запуска. Пользовательский режим и режим запуска конфигуратора. Давайте сейчас запустим нашу информационную базу в режиме пользовательском. То есть я выбираю кнопку 11 предприятия, и посмотрим, как она будет выглядеть. Вот такое окно. Обратите внимание, нет ни одной команды. И это логично, поскольку база пустая. Однако определенная штатная функциональность, которая предоставляется самой платформой, здесь присутствует. Ну, например, мы можем воспользоваться калькулятором, то есть выполнить какие-то расчеты. Мы можем открыть календарь, который показывает и текущее число. Здесь можно даже вывести несколько месяцев при необходимости. Далее мы можем создать новый файл. Это может быть либо текстовый, либо табличный документ. html, ну, в табличном документе там. Это, конечно, не Excel, обратите внимание. То есть здесь, допустим, формулы описывать нельзя, но, тем не менее, допустим, сумму мы вполне можем получить с помощью вот этих кнопок управления калькулятором. Я выделил четыре ячейки, нажимаю на M+, открываю окно калькулятора, и в ячейке памяти я вижу сумму всех четырех чисел. Но, естественно, нашего пользователя будет интересовать нечто большее. Ему нужно куда-то вводить данные, информацию о поступлениях товара от поставщика, информацию о продажах товаров клиенту. Поэтому нужны будут определенные объекты, и наша задача их создать. И первое, что мы сделаем, давайте выполним запуск этой информационной базы в режиме конфигуратор. Я вновь обращаюсь к списку выбора информационных баз, и теперь нажимаю на кнопку конфигуратор. Открывается режим для разработчика. Здесь нам предстоит работать в рамках всего тренинга. И первое, что мы сделаем, это дадим название нашей конфигурации. Нам нужно прежде всего ее открыть. Открывается вот такое дерево объектов, которое прилеплено к левой части экрана. С этим деревом нам предстоит работать. Но сейчас я сделаю следующее. Двойным кликом по конфигурации открывается палитра свойств. Здесь есть достаточно большое количество свойств. Но сейчас нас интересует одно. Это имя. Давайте дадим имя нашей конфигурации мебель-дом-торк. И выполним запуск в пользовательском режиме. Кстати, давайте синоним. Мы можем расшифровать. Если имя не должно содержать пробелов и служебных символов, то синоним содержит любые символы, в том числе и кавычки, и пробелы. Давайте в синониме полностью опишем название ООО мебель-дом-торк. Давайте разберем предназначение таких свойств, как имя и синоним. Вообще эти свойства есть у любых объектов конфигурации, и у справочников, и у документов, и у отчетов. Синоним – это пользовательское представление объекта. То есть то, что мы напишем в поле синоним, будет отображаться в пользовательском интерфейсе. Именно поэтому здесь пишется понятное для пользователя название. Здесь мы ставим и пробелы, и кавычки. Что касается имени, то это идентификатор объекта, и по этому имени мы можем обращаться к объекту из встроенного языка. Именно поэтому здесь недопустимы пробелы. И, соответственно, если мы пишем несколько слов, то правило хорошего тона – писать каждое новое слово с большой буквы. Теперь мне нужно запустить базу в пользовательском режиме, при этом сохранив изменения. Конечно, это можно сделать в два этапа. Мы вначале сохраняем изменения. Для этого можно использовать F7, либо команду «Обновить конфигурацию базы данных». После этого обращаемся к списку информационных баз и нажимаем на кнопку «Предприятие». Но гораздо удобнее это делать непосредственно из конфигуратора. У нас есть так называемый отладчик, режим отладки. Мы можем запустить отладку, при этом автоматически сохранится конфигурация, и будет выполнен запуск пользовательского режима. Собственно, давайте это сделаем. Как вы понимаете, удобно использовать функциональную клавишу F5. Я нажимаю F5. Система предлагает обновить конфигурацию базы данных. Да, я с этим соглашаюсь. Ну и, как вы видите, выполняется запуск в пользовательском режиме. И я обращу ваше внимание на то, что изменилось. У нас вот здесь в заголовке программы указывается синоним, который мы прописали для корневого узла нашей конфигурации. Ну что ж, мы создали новую информационную базу. Еще раз обращаю ваше внимание, что эта база не несет практически никакой функциональности. Мы должны разработать конфигурацию, определить объекты, которые будут использоваться, и тогда уже пользователь может с ней работать. То есть, всю функциональность, интересующую пользователю, будет содержать в себе конфигурация. Напомню, что те конфигурации, которые продаются, например, 1С бухгалтерия, 1С управления торговлей, называются типовыми решениями. Начинаем работать с объектами справочной информации, и в этом уроке мы познакомимся со справочниками. Что такое справочник? Это списки объектов однородной информации. Пример. Список сотрудников нашего предприятия. Список клиентов, с которыми мы работаем. Либо список банков, в которых у нас открыты расчетные счета. По-другому справочники называют классификаторы, либо нормативно-справочная информация, либо просто справочная информация. Для чего они предназначены? Ну, во-первых, чтобы сгруппировать все эти списки, чтобы они были все в едином месте. Но самое главное предназначение следующее. Давайте представим себе процесс покупки товаров у поставщика. Есть некий у нас поставщик мебели, у которого мы закупаем определенные позиции на некий склад. И если бы у нас не было справочников, то пользователи бы при отражении операции поступления вручную писали бы наименование товара. Вот, например, у нас приобретается стол обеденный. Пользователь занес информацию об этом. Допустим, 10 штук мы приобрели по определенной стоимости. Все прекрасно. Но вот еще одно поступление товара произошло, и его вносит другой пользователь, ну, либо даже тот же самый пользователь. Но случайно человек отвлекся и написал слово с одной буквой N. То есть, в принципе, приобретается тот же самый стол обеденный, тоже в количестве 10 штук, но уже чуть другое наименование. И это будет означать для системы, что это на самом деле две разных позиции. Хотя на самом деле это один и тот же стол. Поэтому предназначение справочников – однозначно идентифицировать объект. Таким образом предполагается, что информация о справочнике вносится, а в процессе работы, то есть в процессе оформления документов, пользователи просто выбирают нужный объект и не пишут всякий раз наименование поступающего товара. Итак, давайте мы создадим в нашей конфигурации справочник склады. Как известно, у нас несколько складов. И давайте обратимся к конфигуратору. Мы видим, что есть такая ветка объектов справочники, в которой может быть создано неограниченное количество справочников. Нажимаем на кнопку «Добавить». В имени пишем «Склады». Готово. Мы видим, что в окне редактирования объекта достаточно большое количество закладок, но сейчас они нас не интересуют. Мы создали справочник, и мы уже можем запустить систему в пользовательском режиме. Я нажимаю на кнопку F5. Система предлагает закрыть конфигурацию, закрыть пользовательский режим, который у меня ранее был открыт, и запускаем его вновь. Обратите внимание, у нас появилась новая команда «Склады». Обратившись к ней, мы видим, что открывается справочник, и мы можем создать здесь несколько складов. Давайте сделаем это. У нас будет основной склад, куда в основном поступают товары, а будет еще и, скажем, нижний склад в скобочках «Подвал». Вот я создал два элемента. И теперь при оформлении документов я буду выбирать один либо другой склад. Если у нас появится еще один склад в процессе работы, ничего страшного, можно будет обратиться к этому справочнику и создать в нем еще один элемент. Кстати, иногда элемент справочника называют по-другому «Объект информационной базы». А вот тот справочник, который мы создали в режиме конфигуратора, называется «Объектом конфигурации». Справочники могут быть иерархическими. Это означает, что информация в них представлена не линейным списком, а с помощью групп. Это так же, как в проводнике. Есть папки, есть файлы. То же самое и справочники. Могут быть группы, а могут быть элементы, вложенные в эти группы. Для чего нужны иерархические справочники? Я думаю, их необходимости интуитивно понятны. Они нужны для того, чтобы более удобно классифицировать справочники с большим количеством элементов. Например, это список номенклатуры, который иногда может достигать нескольких тысяч. И если мы схожие по смыслу элементы распределим в группы, то тогда пользователю будет удобно выбирать элемент, постепенно заходя в определенные группы. При этом отмечу, что вложенность групп не ограничена. Итак, нам нужно создать новый иерархический справочник. Справочник «Контрагенты». В нем действительно достаточно большое количество элементов. Это и все наши поставщики, и наши покупатели, и банки, и какие-то прочие контрагенты, например, налоговая инспекция. Итак, определяем имя нашего справочника «Контрагенты». Причем, обратите внимание, при именовании справочников будет использоваться множественное число. Контрагенты, склады, организации. В то время как при создании документов мы будем применять единственное число. Поступление товаров, реализация товаров, перемещение товаров. Для того, чтобы указать, что данный справочник является иерархическим, нужно обратиться на закладку «Иерархия» в окне «Редактирование объекта» и проставить соответствующую галочку «Иерархический справочник». Теперь запускаем систему, кнопка F5, обновляем конфигурацию базы данных. Всякий раз, когда у нас изменяется структура таблиц базы данных, то есть мы добавляем какой-либо объект, либо изменяем его, появляется вот такое окно «Реорганизация информации», где система нас предупреждает, что эта таблица, этот объект был изменен. Еще не поздно отказаться, но нас, конечно же, интересует сохранение, поэтому мы нажимаем на кнопку «Принять» и выполняется запуск пользовательского режима. Итак, появился еще один справочник. Он является иерархическим, и поэтому доступна команда «Создать группу». Давайте создадим две группы, это «Поставщики» и новая группа «Покупатели». При этом работает горячая кнопка «Ctrl F9» для создания группы и «Insert» для создания элемента. Итак, «Покупатели». В каждой группе определим по одному элементу. Я захожу внутрь группы «Покупатели» и здесь нажимаю на кнопку «Создать». Ну, скажем, покупателем будет являться «Мебель розница общества с ограниченной ответственностью». Теперь давайте создам поставщика, нажимаю на кнопку «Создать», «Мебель опт», тоже «ООО». Но я, к сожалению, ошибся. Я создал поставщика непосредственно в группе «Покупатели». Как изменить это? Можно воспользоваться контекстным меню, то есть я нажимаю на правую кнопку мышки и можно выбрать команду «Переместить в группу» и, соответственно, выбираю группу. Второй вариант – я могу зайти в «Редактирование» этого элемента справочника двойным кликом и можно указать другого родителя. Здесь я выбираю «Поставщика». «Записать» и «Закрыть» и, соответственно, поставщик пропадает вот из этой группы, но он появится в группе «Поставщики». Итак, к нами был создан иерархический справочник «Контрагенты». Нам необходимо описать новый справочник. Это список товаров, с которыми мы будем работать, то есть которые закупаются и продаются и называются обычно такие списки номенклатура. Но в номенклатуре нужно будет определять еще дополнительные поля. Это некое текстовое описание товара, то есть информация о товаре, и также нужно указать основного поставщика для номенклатуры. Для этого нам нужно будет создать новые реквизиты в этом справочнике. Начнем с того, что мы просто создадим новый справочник номенклатура, нажимаем на кнопку «Добавить» и пишем его имя. Далее, для того, чтобы определить дополнительные поля, или по-другому они называются реквизиты, мы обращаемся на закладку «Данные». И здесь я создаю новый реквизит. Описание товара. Причем обратите внимание, в имени пробелы недопустимы, и специальные символы тоже недопустимы. Допустимы только буквы, цифры и знаки подчеркивания. А вот в синониме мы можем писать все, что угодно. Именно синоним будет отображаться пользователю. А имя реквизита нужно для программиста. То есть, когда мы будем с вами писать программный код, мы будем обращаться к тем или иным реквизитам по имени. То же самое касается и самого справочника. Имя не содержит никаких пробелов, а синоним это уже произвольное наименование. Я могу даже здесь написать, допустим, список номенклатуры, или список товаров. И еще раз отмечу, синоним отображается пользователю. Имя используется разработчиком, программистом при написании программного кода. Итак, вернемся на сгладку данные. У нас появился новый реквизит «Описание товара». И здесь самое важное определить тип данных этого реквизита. Для этого используется ряд параметров. И самое главное здесь выбрать тип. Тип данных строка в принципе нас устраивает. Мы будем писать текстом в этом реквизите. Но вот длина, конечно, маловато. Всего-навсего 10 символов. Я могу увеличить, скажем, до 100. Но этого тоже будет недостаточно, если описание товаров может быть длинным. Поэтому правильным вариантом является установка флажка «Неограниченная длина». И в этом случае пользователь может прописывать все, что угодно в описании товара. Создаем еще один реквизит, который будет называться «Основной поставщик». Я пишу в имени оба слова без пробела. Нажимаю на Enter и система автоматически в синониме разбивает наше имя на два слова. Это обусловлено тем, что второе слово вот здесь я начал писать с большой буквы. Итак, нам нужно определить тип данных этого реквизита. Давайте посмотрим, какие типы вообще доступны. Нажимаем на кнопку выбора, кнопку с тремя точками. И видим, что вот такой диалог выбора типа. Это могут быть примитивные типы данных. Число, дата, то есть пользователь будет выбирать значения из календаря. Либо булева, которая содержит всего два значения – истина, либо ложь. И зачастую реквизиты с типом булева отображаются на форме в виде флажка. А также можно описать и ссылочный тип данных. Собственно, это нам и требуется. В этом реквизите нам нужно выбрать какой-либо элемент из недавно созданного справочника. Из справочника – контрагенты. Поэтому в качестве типа данных я должен указать справочник – ссылка – контрагенты. То есть я ссылаюсь на этот справочник. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть в пользовательском режиме. Выполняем запуск приложения. Сохраняем конфигурацию базы данных. Появился список товаров. Это справочник номенклатуры. Еще раз обращаю ваше внимание, что название номенклатуры отобразился в интерфейсе пользователя. Синоним. Итак, обращаемся к этому списку товаров. Создаем новый элемент. Стол обеденный. Некое произвольное описание товаров. Допустим, длина – 120 см. Высота – 70 см. Выбираем основного поставщика из списка. Нажимаем на соответствующую кнопку. Здесь отобразятся наиболее часто используемые элементы. Но сейчас их нет. Поэтому нужно воспользоваться гиперссылкой «Показать все». Либо я могу тут же добавить нового поставщика, если в этом есть необходимость. Итак, кнопка «Показать все». Вот мы помним, что у нас есть две группы – покупатели и поставщики. Выбираем поставщика «Мебель опт ООО». И, соответственно, сюда поставляется значение. Далее, у реквизита ссылочного типа данных есть еще одна кнопка, которая называется «Открыть». И эта кнопка позволяет открыть данный элемент справочника на редактирование. Давайте убедимся в этом. Я нажал на эту кнопку, и открылась карточка нашего контрагента, где я могу что-либо изменить. Записываем товар. Давайте создадим еще одну номенклатуру, с которой мы будем работать. Это будет стол журнальный. Описание товара. Ну, допустим, стекло. В качестве поставщика тоже выбираю значение. И вот обратите внимание. Сейчас в списке доступен «Мебель опт». То есть система запоминает сделанный ранее выбор и подсказывает, что можно выбрать вот этот элемент. Выполняем запись журнального стола. Обратите внимание, в момент записи элемента появляется вот такое всплывающее окно, где пользователь при необходимости может тут же вернуться к этому элементу, нажав на гиперссылку. Ну что ж, на этом мы заканчиваем работу со справочником номенклатура. Познакомимся с еще одним объектом конфигурации – это перечисления. В отличие от справочника, список значений перечисления зафиксирован. То есть мы создаем эти значения на уровне конфигуратора, и пользователь не имеет возможности их расширить. А в справочнике, соответственно, пользователь может создать неограниченное количество элементов. Обратимся к конфигуратору и создадим новое перечисление «Типы товаров». У нас есть соответствующая ветка объектов. Я создаю новый элемент «Типы товаров». Далее, на закладке «Данные» я описываю допустимые значения для этого перечисления. Давайте укажем, что это может быть «Товар», «Может быть услуга», «Работа», «Возвратная тара». Вот такие типы товаров. Теперь, как можем использовать перечисления? Перечисления зачастую используются в качестве типов данных, реквизитов каких-то объектов. Например, справочника. Поэтому давайте создадим в номенклатуре новый реквизит, но при этом будем использовать другой способ. Будем работать не через окно редактирования объекта, как ранее, а через дерево конфигурации. Вот обратите внимание, есть ветка реквизиты, в которую я могу добавить новый реквизит. И этот реквизит будет называться «Тип товара». Для того, чтобы можно было выбрать значение перечисления, нужно выбрать соответствующий тип данных. Открываем диалог выбора типа, и мы можем выбрать тип данных «Перечисление», ссылка «Типы товаров». Теперь запустим информационную базу в «Пользовательском режиме». Обратимся к списку товаров, и давайте для наших номенклатурных позиций укажем соответствующее значение для реквизита «Тип товара». Итак, перечисление – это тот объект, список значений которого жестко зафиксирован на уровне конфигурации. Рассмотрим еще один объект конфигурации – это константы. Если справочник содержит в себе несколько значений, перечисление тоже обычно содержит несколько значений, то константа – это одно фиксированное значение. Считается, что это условно-постоянная информация, то есть мы установили значение, и оно либо вообще никогда не меняется, либо меняется крайне редко. Для константа у нас есть отдельная ветка в объектах конфигурации, и давайте создадим новую константу. В нашем случае у нас используется одно юридическое лицо, и мы в константах опишем название организации, наименование организации. Далее указываем тип данных. Всегда, когда мы создаем новый реквизит, либо новую константу, нужно внимательно подойти к выбору типа данных, поскольку по умолчанию система предлагает использовать тип данных строка длины 10. Но далеко не всегда вот это значение по умолчанию нас будет устраивать. Вот в частности, для названия организации длины 10 явно маловато. Нужно поставить хотя бы 80 символов. При этом ставить с большим запасом значение длины тоже не рекомендуется. Конечно, можно было бы, допустим, 800 символов определить, но это создаст определенную дополнительную нагрузку на систему. Поэтому нужно выбирать такое значение длины, которое будет достаточным. Ну а если строка, которую мы помещаем в константу, либо строковый реквизит справочника может быть большим, имеет смысл поставить флажок «Неограниченная длина». В этом случае данный реквизит, либо в эту константу, можно ввести строку абсолютно любой длины. Итак, наименование организации константа создана. Давайте мы запустим приложение и посмотрим, где можно определить значение этой константы. У нас появилось дополнительное меню «Сервис». И здесь, соответственно, мы можем ввести значение константы. В нашем случае это организация «Мебель Дом Торг». Указали соответствующее значение. Итак, константа создана. Где вообще могут использоваться константы? Ну, скажем, в печатных формах. Мы можем обратиться к значению константы и вывести в товарную накладную, что отгрузка идет от организации «Мебель Дом Торг». Таким образом, мы сможем обращаться к значению константы в любых алгоритмах. Итак, подводим итоги второго дня тренинга. Сегодня мы познакомились с тремя объектами конфигурации «Справочники», «Перечисления» и «Константы». Было создано три объекта типа «Справочник». Это номенклатура, склады и контрагенты. В том числе мы поработали и с иерархическими справочниками. А также мы создали реквизиты в справочниках. Давайте мы еще раз подчеркнем отличие этих трех объектов друг от друга. Но что касается констант, то это самое простое. У константы есть одно единственное значение, которое определяет пользователь. И при необходимости это значение можно будет прочитать с помощью средств встроенного языка. То есть с помощью программного кода. Далее. Перечисления. Отличие перечисления от справочника заключается в том, что в нем нельзя в пользовательском режиме создавать новые значения. Все значения задаются в рамках конфигуратора. То есть определяются разработчиком. Что касается справочника, то здесь мы представляем пользователю свободу. Он может создавать элементы. Он может создавать группы, если это справочник иерархический. Элементы справочника могут помечаться на удаление и удаляться физически из информационной базы. Ну что ж, теоретический материал сегодняшнего дня подошел к концу. И пора приступать к выполнению домашнего задания.